Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Ведь вами тащишься до мене, На плечи руки мне кладешь И шелестящую листвою И шелестящую листвою Без слов, без музыки па-па-па-па-па-паешь И шелестящую листвою И шелестящую листвою Без слов, без музыки па-па-па-па-паешь Итак, продолжим про березу. Статья большая. Мы находимся с вами на самоизоляции. Поэтому полезное, с приятным делаем. Почки березы. Березовые почки собирают период их набухания перед тем, как они начнут распускаться. Это может быть в конце февраля, в марте или позже. Все зависит от климатических условий. Почки аккуратно срезают с молодых ветвей или вместе с побегами. Сушат на открытом воздухе, в тени, при температуре не более 30 градусов. Сушка занимает 3-4 недели. Сухое сырье обмолачивают и хранят в циклянных емкостях или в тканевых мешочках в сухом темном месте. Срок хранения не более 2 лет. Высушенные почки должны быть темно-коричневого цвета с приятным запахом. Это говорит о том, что фитонциды сохранились. Горьковатым вкусом. Это говорит о том, что энергетика работает. И блестящей поверхностью. Все это указывает на наличие в них большого количества смолистых веществ. Блестящая поверхность. Почки, которые уже успели раскрыться, теряют при сушке свои лечебные свойства. Состав. Березовые почки имеют богатейший химический состав. Содержат до 5% эфирных масел, до 5-7% дубильных веществ, очень много сапонинов и витамина С. Свежевые березовые почки выделяют летучие фитонциды, убивающие микроорганизмы. Свойства. Первое. Является мягким мочегонным средством. Под влиянием препарата березовых почек суточное выделение мочи возрастает более чем в 6 раз. С 400 грамм до 2,5 литров. То есть, вот у кого возникают отеки, допустим, кто там лечится от онкологии. И у него пошла-пошла водянка. Что делать? Вот эти березовые почечки и пошел принимать. Применяют и для снятия отеков сердечных заболеваний. Второе. Березовые почки обладают мощнейшими противовоспалительными свойствами. По этим показателям они опережают цветки бузины черной. Третье. Деревенские девицы издавна применяли настой почек березы в качестве кровоочистительного средства для лечения кожных болезней, сочетая их с мазями. Но главное, что они лечат кожные болезни. У тех, у кого там какие-то там экземы, псориазы, на заметку. Я тут вам не зря сижу, болтаю, чепуху. Внимайте. Четвертое. Нормализуют обменные процессы в организме человека. Применяют при нарушениях обмена веществ, подагре и мочекаменной болезни. То есть, помимо того, что вам могут назначить препараты для дробления камней или еще там как-то их там, допустим, рассасывать. Важно нормализовать обмен веществ, от которого все это происходит. Пятое. Обезболивает. Поэтому применяют как обезболивающее средство в виде компрессов и втираний при подагре, ревматизме, артрите, люмбага. Люмбага – это напряжение мышц с резкой болью в поясничной области. Ну и не только там. Люмбага, прострел, так сказать. Применение. Настой березовых почек. 10 грамм сушеных почек. Поместить в термос и залить стаканов кипятка. Настоять 1-2 часа. Применяют по 1-2-1-3 стакана 2-3 раза в день в теплом виде за 10-15 минут до еды, как мочегонное средство при отеках сердечного происхождения, как желчегонное при заболеваниях печени и желчных путей. А вот как дезинфицирующее и отхаркивающее средство, его применяют по столовой ложке 3-5 раз в день за полчаса до еды. Настой из березовых почек помогает женщинам при болезненных менструациях и улучшает выход после родовых выделений. Если вы хотите, чтобы ваши волосы росли лучше, мойте их настоем из березовых почек. Спиртовая или водочная настойка березовых почек. Березовые почки. Залить спиртом в соотношении 1-5. Настоять 2 недели в темном месте при комнатной температуре. Принимать настойку по чайной ложке 3 раза в день до еды или после. Это сильное мочегонное средство, помогает при простуде и гриппе. Сочетание настойки березовых почек с настойкой листьев брусники усиливает мочегонное действие. Обе настойки сочетаются друг с другом. К тому же листья брусники являются хорошим противовоспалительным средством. Наружно можно использовать настойку из березовых почек при женских болезнях, делая компрессы. Можно лечить язвы, которые плохо заживают, угри, фурункулы, ссадины, пролежни, а прирастить путем обычного смазывания. А больные суставы растирают при язве желудка, 12-перстной кишки, водянке и других почечных заболеваниях, болезни также мочевого пузыря. Принимайте настойку из березовых почек по 25 капель 3 раза в день за 20 минут до еды. Курс 3-4 недели. Эта настойка хорошо помогает от глистов, аскорид и остриц. Вариант спиртовая настойка березовых почек с медом. 3 столовые ложки измельченных почек березы залить стаканом водки. Настоять при комнатной температуре в темном месте 2-3 недели. Есть рекомендация, что можно до 6 недель настаивать. Поэтому я советую не отфильтровывать осадок, а оставлять. Так настаивание будет продолжаться не 2-6 недель, а гораздо дольше. То есть сколько-то вы взяли, дальше осталось и настаиваться из себя вы берете. К настойке добавить столовую ложку меда и размешать. Ее применяют при простудных заболеваниях, пневмонии и туберкулезе легких. То есть это наша с вами сейчас тема. Тема против вируса, коронавируса, который действует на легких. Вот оно, средства. Вот оно. Пить по столовой ложке 34 раза в день за 30 минут до еды. Курс 2-3 недели. Если надо, то повторить через 2 недели. Как раз на карантине, на самоизоляции. Хоп, попили, потом побежали, потом опять попили. Потому что карантин будет длиться гораздо дольше. Это только начало. Березовые почки на самогоне. Стакан почек на пол-литра самогонки. Настаивают 3 недели. Принимают при проблемах с желудочно-кишечным трахтом. При резвенной болезни желудка пьют по 20-30 капель. Это не полная чайная ложка. В 1 столовой ложке воды 3 раза в день до приема пищи. То есть 20-30 капель. Смешать с 1 столовой ложкой воды и 3 раза в день до приема пищи. Считается, что лечебный эффект можно усилить приемом чайной ложки меда. При этом отмечается снижение болевых ощущений в животе. При несварении желудка данная настойка березовых почек лучшее средство. Пить по 30 капель в столовой ложке воды от 3 до 5 раз в день. Курс 3-4 недели. Для лечения глистов аскорид астрид спьют по 20 капель 5-6 раз в день. Смесь спиртовых настоек листьев березы и чеснока с медом. 3 столовые ложки измельченных почек березы залить стаканом водки и настоять. Затем смешать с чесночной и спиртовой настойкой в равных долях. Чесночная настойка. Головку чеснока настоять на стакане водки. Головку, не зубок. Головка это там сколько? Зубков 8-10 может быть. Смесь настойок. Добавить 2 столовые ложки меда и хорошо размешать. Супер! Принимают при тех же показаниях, перечисленных выше по столовой ложке 3-4 раза в день за 20 минут до принятия пищи. Говорят, что эта настойка еще более эффективнее предыдущей. При сухом кашле помогает масляной настой березовых почек с медом. 2 столовые ложки измельченных березовых почек. Перемолоть в кофемолке или растереть в ступке. Смешать с пол-литром несоленого сливочного масла. На слабом огне довести до кипения, но не кипятить, а томить в течение часа. Можно это все делать в духовке. Остудить до теплого состояния и прибавить 100 граммов меда. Хорошенько перемешать. Форштейн. Принимать по столовой ложке 4 раза в день до еды. Курс до полного излечения. Рецепты. При сахарном диабете, хронических заболеваниях почек, образовании камней в почках и мочевом пузыре. 3 столовые ложки почек. Заливаю двумя стаканами кипятка в термосе. Настаю в течение 6 часов. Пьют по утра, по обед и вечера. При бронхите и гриппе эффективен следующий сбор. В равных долях берут почки березы, траву душицу, зверобой и тысячелистник. 4 столовые ложки измельченной смеси. Залить 4 стаканами кипятка. Настоять в термосе ночь. Принимать по стакану 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Курс 1-2 недели. При бронхите столовую ложку березовых почек залить пол-литрами кипятка. Варить на слабом огне до выпаривания наполовину. Процедить, подсластить медом. Принимать по столовой ложке 5-8 раз в день. Или прогревать этим отваром нос при простудном насморке. При остром бронхите используют сбор 1 час почек березы, 2 части травы спорыша, 1 час травы тысячелистника, 1 час листьев мать и мачехи. Столовую ложку травяной смеси. Залить стаканом кипятка. Настоять в термосе ночь. Принимать по 1-3 стакана 3 раза в день. При плеврите рекомендуют сбор 2 части почек березы, 2 части цветков календулы, 2 части травы хвоща полевого дня, 1 часть цветков боярышника, 1 часть корня девесила, 1 часть травы душицы болотной, 1 часть корня солодки голой. Столовую ложку измельченного сбора залить стаканом кипящей воды. Настоять в термосе 3 часа. Принимать по половине стакана 4-5 раз в день. Видите сколько есть прекрасных народных средств с использованием березы от бронхолегочных заболеваний. И как только они появляются, сразу их надо применять. А лучше профилактически. От болезней печени. 10 граммов почек березы заливают стаканом кипятка. Настоят в термосе. В течение дня следует выпить и вследствие это выпить. Курс 2-3 недели. При болезнях сердечно-сосудистых и почек или авитаминозе пьют настой из почек березы. 10 граммов почек заваривают в термосе стаканом кипятка. Настоят 1-2 часа. Принимают по столовой ложке от 3 до 4 раз в день. Курс 3-4 недели. При сердечных отеках, атеросклерозе и ишемической болезни сердца. 10 граммов сухих почек в термосе заливают стаканом кипятка. Принимаем по столовой ложке 3-4 раза в день. Перед едой. Курс 3-4 недели. Настой можно использовать при лечении бронхитов и трахеитов, полоскать горло при ангине, гласите, парадонтозе, стоматите, гингивите. Компрессы на основе этого настоя используют при лечении трофических язв и экземе. При маточном кровотечении его пьют по столовой ложке 3 раза в день. Для лечения артрита, артроза, анкелоза, подагры и ревматизма. Чайную ложку березовых почек залить стаканом кипятка в термосе. Лучше всего, чтобы у вас термос был со стеклянной колбой. Постарайтесь приобрести именно такой, со стеклянной колбой. Настоять ночь. Пить по 50 мг 3-4 раза в день через час после приема пищи. Лечение длительное, курсовое. Курс от 3 до 4 недель. 2-3 недели перерыва и так повторять до излечения. В качестве компрессов, втираний и примочек при болезнях суставов используют настой березовых почек. В термосе залить стаканом крутого кипятка столовую ложку почек. Настоять час и использовать. При заболеваниях кожи используют в ванной с настоем березовых почек. Стакан сырья залить в эмалированной кастрюле 3 литрами кипятка. Кастрюлю укутать одеялом и настоять 3 часа. Настой аккуратно вылить в ванну с температурой воды 36-37 градусов по Цельсию. Принимать 12-15 минут. Курс 10 ванн. 10. При этом старайтесь не погружать в воду область сердца. То есть вот. Ванны с березовыми почками являются отличным гигиеническим и профилактическим средством. Их можно принимать при простудах. Как противовирусное. Запоминаем противовирусное. А что у нас за вирус? А-а-а. И противобактериальное средство для повышения защитных сил организма. Все говорят о том, как защитные силы поднять. Я вам об этом рассказываю. И береза, наша спасительница. Русское чудо-дерево. При лечении острой и хронической экземы рекомендуют принимать горячие ванны с добавлением спиртовой настойки почек. Далее у нас идут березовые сережки. Это еще не все. Далеко не все. Уважаемые посетители канала. Для вас моя личная библиотека. Авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего.